Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ и сегодня, друзья, у меня на обзорчике Сидер Браво. Буду опозревать Сидер, идет уже, друзья, дело к лету, поэтому будут, друзья, и более легкие алкогольные напитки. За этот Сидер мы хотим поблагодарить компанию АБК Днепр. Спасибо, что прислали мне посылочку. Все было очень хорошо, все было очень вкусно, но большинство я еще не пробовал. Но минеральная вода, кстати, друзья, минеральная вода у них топовая, сладкие воды, вот такие бомбезные, особенно пинаколада. Берите, друзья, мне реально зашла. Это просто божественный напиток, особенно холоденький, то, что надо. В этой компании производят кучу сидров, коньяков, ром производят, потом, друзья, вина. Ну, самое главное, самое главное, что мне в них самое больше понравилось, это большое количество водки, разной водки и большое количество разных настоек на зерне, зерновые, пшеничные, медовые, колгановые, перцовые. Блин, реально куча всяких тем, которые мне нравятся. Я любитель настоек, любитель этого всего. Так что ссылочка на АБК Днепр будет внизу в описании. Заходите. Продукция реально качественная и недорогая. Ребята, что хочу сказать, самое главное, что и недорогая. Ну, давайте, друзья, начнем с первого сидра. Лайм, лайм. Ну, что, простая бутылочка, пол-литровая, это вроде бы пол-литра, я даже, честно сказать, и не смотрел. Да, я думаю, пол-литра здесь будет. Да, здесь пол-литра. Вот. 8,5 оборота, не, 8,4 оборота, ну, довольно крепленый сидр. Ну, обычная пластиковая бутылочка, простая этикеточка, но и цена хорошая на его. Там, на сайте, друзья, можно заказать, не, пахнет, пахнет, как сказать, простенько, пахнет простенько. Я бы сказал, как выпиваешь рюмочку водочки и римонадом запиваешь. Вот такой немножко запах имеется. Вот. Ну, давайте, давайте первый лайм. Давайте, наверняка, чуть-чуть мы отставим, чтобы не перепутать эти лаймы и апельсины. Апельсины вот это поставим, такой зеленый. Так, зеленый, что у нас зеленый? Зеленый нас мохито. Так, отставляем. Так, что у нас по мохито? 8,4 оборота. Ммм, тут уже прикольно. Там, знаете, там реально простенько, чувствуется аспиртосность небольшая, потому что сидр реально креплененький. Такой, этот, ну, там, как, знаете, как водку с лимонадом пьешь. А тут, как бы, такая мятка классно пахнет. Вот это мне, я не сильно любитель мяты, но мне реально здесь, вон, что-то по запаху реально хорошо зашел. Так, давайте теперь красный. Красный у нас что? Так. Сицилийский апельсин. Сицилийский апельсин. Блин, я помню сок был когда-то. Сандора. Сейчас я что-то в последнее время не вижу. Ну, Сандора есть, а сицилийского апельсина я не вижу сока что-то в последнее время. Ну, блин, сок был классный. Я помню, тогда еще по молодости водку им запивали. Ммм, интересный запах. Я бы сказал, что это необычно, потому что сам сицилийский апельсин по себе чуть-чуть необычный. Так. Тут у нас что? Так. Здесь махом черныцы. Черныцы у нас это... Что у нас... Не помню, что такое черныцы. Смородина вроде бы. Ммм, здесь такой запах брожения, приятный запах брожения. Ну, и цвет такой, знаете, как, друзья, как компот домашний. Ммм, вот это пока что по запахам, по запахам. Вот этот и вот этот. Махито и черныца для меня фавориты. Блин, я трубочки не взял. Ну, ладно. И, друзья, единственный сидр, сидр этого Браво. Единственное, что я пробовал когда-то в 2020 году. Это, друзья, апельсин. Так, чуть-чуть я... Надо не так отставлять, то есть, чтобы не напутать. Вот. Вот так. Не, у нас все помещается, конечно... Не, с другой стороны трубочки и не надо, как бы... Хотя можно было, у меня есть пару штук. Ну, штук, тысячу штук я купил. Короче, трубочек, пару штук есть. А вот здесь запах будет помягче, чем отсюда. Здесь, как бы... Знаете, а здесь запах мягенький, приятненький. Ну, сидр, правда, он недорогой, я скажу честно. И им реально можно накидаться нормально. Потому что 8,4 оборота. 8,4 оборота. Если вот эта, грубо говоря, 5 бутылочек выпить, то будет хорошо. Ну, давайте, друзья, начнем, наверняка, с того, что я пробовал. С апельсина. Не, приятно. Чувствуется алкоголь, скажу честно. Чувствуется спиртозность, чувствуется все в этом. Чувствуется... Честно сказать, чувствуется как? Ты выпил рюмку и запил лимонад. Ну, лимонадом. Вот это реально чувствуется. Ну, с другой стороны, кисленько, кисленько, нормально. Грубо говоря, если добавить... Ну, я поставил холодильник, у меня холодильник сильно, в принципе, ну, в среднем морозе. Можно, конечно, так, чтобы он морозил сильно. Если сильно морозил бы, конечно, или в холодильник, ну, или в морозилку на полчаса кинуть, или, как сказать, льда добавить, то было бы нам еще глянче. Ну, неплохо. Напоминает, как в молодости пили водку, водку. Ну, там столько водки выпиваешь, ну, а водой запивали сильно, ну, тогда какой класс был, восьмой, седьмой. Как бы тогда по молодости как бы выпивали, выпивали. Ну, нормально. Дает вспомнить, как говорится, бывшие времена. Теперь давайте, ну, скажу честно. Неплохо, неплохо. Чувствуется, конечно, спиртовая нотка немножко, чувствуется спиртовая нотка сладенько, немножко кисленько. Приятнее, приятнее. Самое приятное. Неплохо. Давайте теперь, как она называется? Черница, 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 это черница, а, черница, это черника, я понял, 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 это черника, то я думаю, что она смотрит. Ну, здесь запах вообще классный, даже такого компота подбродившего. Ух, вот этот опасный, кстати, напиток, вот этот опасный. Потому что он кисленький, как компот подбродивший. Кисленький, с таким интересным вкусом, кстати, не сладкий, этот, если этот сладкий, то этот более кисло, кисло-средне, как-то так. Ну, реально хорошо. Вот этот, кстати, опасный напиток. Не, прикольно, вот это хорошо. Вот это хорошо, ну, вкус, вкус, как говорится, этот, молодости. Это вкус, как говорится, друзья, подбродившего компота. Ну, бывает такое, что я подбродивший компот пили. Ну, бывало такое. Вон у нас дождик пошел. Скажу честно, вот пьется, пьется, неплохо, неплохо пьется реально. Хотя, вот, если разобраться, уже, так вот, порядочный вид пил. Но, с другой стороны, во рту, во рту вкус, как сказать, как пьешь, как попью, например, дешевой газировки. Или вот такой, присутствует такая во рту сладость, такой какой-то вкус непонятный. Ну, как от дешевой газировки. Ну, в принципе, он и недорогой, этот сидер, но он реально вставляет. Так, что у нас, что у нас, что у нас, что у нас третье. А, сицилийский апельсин, сицилийский апельсин. По запаху он такой, слабенький по запаху, но по цвету такой прикольный. Я бы сказал бы, ну, грубо говоря, яркий запах, ну, вернее, цвет. Запах у него слабенький. У мохито классный запах, у меня отмятный. Ну, давайте апельсина теперь. Интересная резкость. В меру сладкий. Если апельсин сладкий, здесь больше такое брожение чувствуется натуральное. Ну, как сказать, ближе к натуральному. Здесь такая резкость прикольная, интересная. Я бы, ну, я заходил на этот сайт, смотрел. Там есть и персиковый сидр, и еще есть определенные сорта сидра. Там реально большое количество сидров разных. Ну, скажу честно. Сидры это больше для молодежи, больше для, ну, для юного поколения. Я скажу честно, я не сильно любитель сидра. Не сильно любитель сидра. Я больше любитель, как говорится, беленькой. Ну, или настоечек. Ну, там настоечки, блин, там столько настоек классных. Мне прислали, конечно, пару-тройку бутылочек. Но, этот, ну, по настойкам у них там, да, конечно. Там у них и самогон есть. У них есть реально самогон будет. Сегодня я снимаю этот видос. Завтра приедет батя. Завтра приедет батя. Мы будем сома жарить на 4 килограмма. И, друзья, будем этот, как сказать, салатик сделаем, рыбка, картошечка. И, друзья, будем пить наверняка. Увидите. И буду говорить. Ну, за самогон там есть, там самогон, наверное, четкий. Вот. Давайте, друзья, за все хорошее. Ох, аж кислинка такая взбодрила меня. Ну, все равно, снова же, тут в меру они спиртозные, в меру химозные, в меру этот. Ну, это понятно, что это дешевый сидр. Будем так говорить. Это реально дешевый сидр, который, знаете, как говорится, грубо говоря, что ты водку разбавил с крашеной водичкой. Ну, грубо говоря, будем так говорить. Так само и здесь, грубо говоря. Здесь, понятно, что здесь натурального сока нету. Здесь просто концентраты. Вот. Я не читал состав, скажу честно. Просто сик яблочный. Ну, сик если есть, то его очень мало. Концентрованный. Вода пенапид готовлена. Сокор энергичный. Сокор лимонная. Ну, блин, я не знаю. Я тут сока как бы яблочного не чувствую вообще. Может он и есть? Вот, знаете, вот вроде бы и неплохо. Вроде бы и мягенько, вроде бы и сладенько. Ну, какая-то такая сладость. Потом так, знаете, нормальную меру сладость. Потом так резко сладость. Я не люблю реально сладкость. Сладость. Сильно большую. Тут сладость сразу сладко. Ну и, а тут как-то сладко. И потом нарастает еще. Мне это реально не нравится. Лучше вот этот хай будет по сладости. А выкатнепр, я считаю, их, конечно, основная фишка, это не сидры. Это не сидры. А я считаю, это большое количество настоек. настоек, потому что мы, мужчины, мы, мужчины, любим выпить в зимнее время, в летнее время. Выпить, посидеть, пообщаться. Мы любители этого дела. Поэтому я считаю, основная их, конечно, это настойки. Это настойки, это настойки хорошие. Я, у них есть водка Колос. Я пил Колос, когда-то, давненько, 2020 год. Я помню, как сейчас, когда, короче, сделал такой, короче, навалил хинкалий, навалил хинкалий так порядочно. Потом сметану, да, чесночок добавил, зелень, короче, перемешал. И, блин, я так сидел, хавал, короче. В общем, ну, кому интересно, это на канале Бухай ТВ, на Ютубе есть, как бы, это видео. Водка Колос. Ну, сейчас вы мне прислали тоже бутылочку Колоса с колоском в средине, пшеничный. Вот это будет интересно тоже попробовать. И, что еще, Патрикивска, Патрикивска, этот, клюква. Кстати, классная тема. Бутылка красивая, и сама по себе, и водка хорошая, я хвалю. И Патрикивска, самогон еще. Ну, самогон это святое, это все. Ну, давайте, друзья, еще мохитой колтанем. Теперь остался у нас, друзья, лайм. Лайм, 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 лайм. Даже, честно, друзья, отпил, так понемножку всего, всего понемножку отпил. Вот. Сразу запил, допивать не хочу, на обратном круге допью. Ну, и допивать не буду, потому что, реально, 2,5 литра, 2,5 литра, реально сладкого. Я, ну, не хочу столько пить. Вот я вечером записываю, что-то как-то в эфир не хочу как-то выходить. Нет, вообще-то настроения на эфир. Ну, и сладкого тоже много вечером не хочу пить. Ну, давайте, друзья, тут, конечно, целый бокал, ну. Ну, тут пахнет, как водка с лимонадом. А, кстати, по вкусу он неплохо. Ну, и первые годки нормальные, а потом какой-то такой вкус странный появился. Вроде бы как лайм, но с какой-то, как сказать, цвилью, что-то такое. Я понял, это не цвиль, а спирт больше раскрылся с считанием, ну, водички. Что, по первому кругу я выберу своего фаворита. Реально тяжело выбрать фаворита. Весь этот сидр по-своему называть сидром как бы и нельзя. Потому что это очень слабый сидр. Вот. Да, пишется сидр, да, сидр Украина. Так, так, так. Ну, я считаю, это очень слабые сидры. Ну, они, во-первых, очень слабые, во-вторых, они очень дешевые. Это для тех, кто хочет подбухнуть, дешево и сердить. А потому что сейчас Саммерсби, как этот, Саммерсби потом, блин, вылетел из головы. Тоже сидрый там популярный, а, чудо-сад, еще есть там велосипед нарисованный, я не помню, как он называется. Я в последнее время сидрой не пью, у меня от них изжога. Потому что если в этом яглочные изделия, там у меня изжога. А здесь, как бы, сока мало. В основном, я считаю, так. Здесь, как бы, спирт, вкусовые добавки, красители, вода и все такое, как бы. Но, с другой стороны, если ты хочешь подбухнуть, подбухнуть и дешево, и середита, то можно брать эти сидры, скажу честно. Реально можно брать эти сидры. Цена копеечная, цена копеечная. Вставляют нормально, потому что реально 8,4 оборота, 8,4 оборота, реально вставляющая тема. Но я считаю, сидры, это у них просто как бы, просто как линейка разлива и все. Потому что, типа, дешевая слабая алкоголка, будем так говорить. Ну, смотрится в кадре красиво, скажу честно. У них еще, ну, не буду показать я сладкую воду. Покажу такую минералку у них, Патрикивска. Блин, вода реально вкусная. Ну, это не газированная, но реально, вода реально вкусная. Я вот, у меня кровать, ну, в другой комнате, где я отдыхаю. Ну, на подоконнике стоит бутылка этой воды. Я когда, ну, что захочу, встать там попить, встаю, водички попил. Лимонад у них классный, лимонад у них классный. Потом, что у них классное, мне еще понравилось по сладкой воде. Понравилось, этот, фанта, у них типа, ну, типа фанта, ну, апельсин, манго, там у них прикольная вода. Прикольная у них еще, как сказать, не мохито, пинаколада. Вот это у них реально газировка вообще топовая. Так что, друзья, АБК Днепр. Кто хочет заказать реально хороший алкоголь, хорошие настойки, хорошие перцовки, хорошие водочки, друзья, ссылочка внизу в описании. Будет на сайт, там цены реально дешевле, чем в магазине. Можно связаться, заказать, как бы, я думаю, это не проблема. Тем более, с завода всегда, как говорится, знаете, что все четко, все хорошо. Буду ставить по местам, по местам. Наверное, первое место я отдам все-таки черники. Как бы, ну, более-менее нормально, более-менее нормально. Вот. Натуральный, как бы, запах брожения присутствует. Ну, конечно, чуть-чуть вкус потом портится, но... Ну, самое лучшее. Потом я поставлю на второе место апельсин сицилийский. Потом я поставлю третье место, дам я наверняка апельсину обычному. Четвертое, четвертое, да, четвертое и пятое место между этими двумя гражданинами. Не хочу никого обидеть, но... Здесь нарастающая спиртозность портит у лайма, а здесь нарастающий сахар портит. Давайте допивать будем по фаворитам. Да, здесь как-то в меру сладенько, кисленько в меру. Интересный вкус, короче. Будем так говорить. Чтобы состав у нас тут печет. Так, сик, яблочник, концентрат. Ну, батя хотел, может, попробовать сидры еще эти. Ну, попробует и батя. Ну, ему много нельзя. Сначала проведем съемки, поедим, наконец-то, жареного сома, рыбки поедим. И потом уже будем. Ну, тут у нас второе-третье между апельсинами, короче. Не, они хороши по-своему. Это просто менее сладкий. Более такой, как говорится, более вкусный. А этот, конечно, сладкий. Ну, сладость хорошая, приятная, вкусная. Ну, нормально. Будем так говорить. Короче, химоза и химоза. Будем так говорить. Реально, ну, видно, что краситель присутствует. Видно, что этот, что вкусовые добавки. Это все чувствуется, реально. Оценку этому по 10-балльной шкале, оценку этому сидру ставить. Давайте я в общей сумме поставлю им 7 баллов. От 7 до 8 это хорошо. Да, поставим 7 баллов. Да, это, друзья, пить можно. Друзья, это пить можно. Кто хочет догнаться, набухаться. Это реально пить можно, друзья. Но, вкусно ли это? Не, я бы не сказал, что это совсем вкусно. Не в обиду сказано, как говорится, но я всегда говорю свое мнение. Сидры очень слабые, очень жиденькие, очень химозные, очень сладкие, снова же повторимся. Водянистые, как говорится. Нету такого, как бы, натуральности. Вот в чем проблема, что нету натуральности в этом сидре. Как по мне. Может, я ошибаюсь. Если АБК Днепр пригласит на производство меня, рано или поздно, я посмотрю, если на производство, ну, как они на производстве работают и все остальное. Я посмотрю, ну, если я ошибался, то я извинюсь. Как говорится, снимем видео, и я официально извинюсь перед АБК Днепр. Но мое мнение такое пока что. Очень слабые, очень слабые сидры. Давайте, апельсин. Небольшая нотка апельсина чувствуется. Ну, так химозно чувствуется. Ну, как лодочку или лимонадом запью. Громко говоря, будем так говорить. Как будто юмку выпил. Вот сейчас такой момент. Я сижу и думаю, а где закуска? Нет. Он пьется нормально, легко, в принципе, если так сидеть там, пить не спеша. Или для любителей этого дела, для похмела, то, что надо. Но вот у меня такое ощущение, что вот так я выпил рюмку, запил лимонадом и хочется чем-то закусить. Я смотрю, думаю, может сосиски где-то тут как бы есть там, или закусить. Фух, друзья мои. Завтра эфир сегодня не буду проводить. Завтра, кстати, я публикую это, друзья, видео с утреца. Иди, друзья, тут пробочка красненькая у нас, что я не заметил. А везде пробочки одинаковые. Здесь могли бы, конечно, зеленую сделать, здесь могли бы такую сделать. Но все равно, друзья, эта тема реально дешевая. Это реально тема дешевая. Пить можно, только не увлекаться ей сильно. Потому что я всегда против самобы алкогольных напитков, против, скажу честно, и к сидрам я плохо отношусь. Ну, раньше относился нормально, сейчас к сидрам отношусь намного хуже. Потому что у меня же таких изжог начинается. И вот я выпью, например, литр сидра, у меня изжога начинает его пить. Вот в чем проблема. Ну, давайте теперь апельсин. Ну, короче, между этими, так скажем, второе место занимают два апельсина. На принципе, обои нормальные. Ну, так типа как, можно сказать, как грейпфрутовская горчиночка. Чуть не такой вкус, специфический вкус, специфический запах. Вот. Так. Ну, тут, конечно, два гражданина у меня серьезных. Так что, ну, хоть будет так, чтобы... Нет, это там четвертое, пятое место. Да, это, в принципе, два равных. Ну, конечно, это фаворит, я считаю. Это, в принципе, это слажа. Это чуть с кислинкой больше у него фантазии. Хотя тут, с другой стороны, кто-то скажет, типа сидит там дешманские сидры. Обсуждает, рассказывает за фантазии, за вкусы. Друзья, эти сидры покупают люди. Вот, пьют их, как бы этот... Ну, и мне было, кстати, интересно. Мне много кто писал за вот этот сидр. Как его там называется? Билл Берри. Билл Берри. Мне за его столько писали, я помню, в комментариях. Сними обзор, сними обзор. Я говорю, у нас в Путивле его нет. Сними обзор. Ну, и тут люди вышли, получается, написали. Я, что, с удовольствием сниму на их продукцию. Тем более, мне никто не писал, чтобы я их там хвалил, ругал там, или еще что-то. Просто написали, снимите обзор. Мне интересно посмотреть ваше мнение по сидру. По минеральной воде и газировкам. Я скажу честно, хорошая, вкусная газировка. Хорошая минеральная вода. Реально вкусная. Мне нравится. Вот. По сидру... Всем балл. Пить можно. Но это не кайф, скажу честно. Это реально не кайф. Ну, отвращение они не создают. Если вот 0,5 такого сидра хочешь выпить, 0,5 такого сидра выпить, он тебе и вставит немножко. Особенно если пожаре, то вообще вставит нормально. Давай мяту напоследок оставим. Вот. Лайм. Ну, запах у него, кстати, плохой, нейтральный. Такой запах неплохой, нейтральный. Но все равно. Вот. Вот такие обзоры плохо чем, что после их потом посуды много мыть. Вот. Ну, давайте, друзья, за все хорошее. Вот, знаете, вот так пригубил, вот так пригубил уже вот столько сидров. Вот, грубо говоря, каждого я надену по этикетку. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но, грубо говоря, по этикету. Я скажу честно, я выпил, я уже подпьянел немножко, подпьянел. Рубит нормально. Рубит нормально. Вот. Хотя я, грубо говоря, вчера не пил, сегодня тоже не пил. Вот. Рубит нормально. Вот. Эти сидры реально рубят нормально. Потому что я говорю, что высокая 4,8 оборота, высокая плотность алкоголя. Вот. Плюс учитывать, что сахар. Все они сахаренные, очень сильно сахаренные. Это очень опасная штука. Вот. Не, неплохо. Вот если пить его холодным и пить запом. Кисленько, как говорится, немножко кисленько, но все равно сахар доминирует. После всех этих сидров сахар в арту реально доминирует. Друзья, я не пью ни чай, ни кофе, не ем сахара уже 3 года. Вот. Но скажу честно, после этого обзора даже сладкого ничего не будет хотеться долго. Аж губы слипаются. Ну, наоборот, пойдет то понятно, что тут липкая. Давайте допьем это. Давайте, друзья, заходите на сайт Абекат Днепр. Делайте заказы. Там реально заказы очень можно легко сделать. Там полностью профессиональный сайт, корзина, все как положено. Делайте, заказывайте. Друзья, обратите внимание, сидры, это все такое, как бы, это все... Неважно, это такое, знаете. Ну, если кто хочет попробовать, попробуйте. Обратите внимание, пожалуйста, на настойки. Настойки, 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 настойки. Житные водки, пшеничные водки. Самогон у них есть, патриотипский самогон. На вот это, друзья, обратите внимание. Друзья, так что сайт внизу в описании, в ТикТоке, значит, в ТикТоке будет ТикТок человека, который это сможет оформлять вам заказы. Юлии, большой привет. Спасибо, Юлия, что вы мне написали. Спасибо, что с вами связались. Вот. Дай Бог вам здоровья. Всего самого наилучшего. Рад был с вами познакомиться и пообщаться. Вот. Также, друзья мои, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Ставьте лайки, друзья. Пишите обязательно комментарии. На комменты мы на все обязательно ответим. Завтра обязательно ответим. Сегодня, последние две недели мы не отвечаем, потому что что-то были заняты. Также, друзья, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылочка тоже внизу в описании. Подписывайтесь на мой второй канал Палыч. Ссылочка тоже внизу в описании. Также, друзья, внизу в описании Монобанк и Приватбанк. Кто хочет закинуть на поддержку канала, может закинуть копеечку. Также, друзья, сайт АБК Днепр внизу в описании. Давайте, за все хорошее. Нет, мохито на любителя. Кстати, неплохой. Он такой мягенький, мягенький, холодненький, но минус в том, что сочинка нарастает. Немножко нарастает. Если он таким бы сразу был бы и не нарастала сочинка, то бы вообще что-то... Давайте, друзья, всем мира и добра, всем удачи, всем всего самого наилучшего, всем добра, всем спасибо, всем пока.